Всем привет из солнечного Неаполя. Сегодня с вами я, Татьяна Блогер. В сегодняшнем коротком весе я хотела бы рассказать о забастовках транспорта, которые часто, но просто очень часто бывают в Италии. Но, а непосредственно поскольку я нахожусь в Неаполе, то в Неаполе. Рассказать, как я попала в такую ситуацию и показать на самом деле, как движется транспорт по улицам города. Я хотела бы сегодня еще вам представить новый свой канал. Ну, я бы назвала наполовину с талантливой поэтессой, стихи которой на этом канале и буду читать я. Сегодня я хотела бы вам с удовольствием представить новый канал, продвигать который буду я. Он создан наполовину с талантливой поэтессой, которую зовут Юлия Ивахненко. Называется он «Нелирические стихи». Как же возникла идея создания этого канала и почему я выбрала именно эти стихи, для того, чтобы читать их и доносить смысл и содержание этих мыслев форм. Стихотворения эти выбраны не случайно. С Юлией я познакомилась на просторах интернета. У талантливой поэтессы есть уже сборник из данных стихотворений, которые вы можете заказать и купить. Вы знаете, в стихотворениях Юлии есть все, что трогает душу женщины. Есть и трагизм, есть и любовь, есть и душа, есть и глубина, и юмор. Самое главное – оптимизм и та волшебная пилюля, с помощью которой любая женщина может справиться и преодолеть чувство безысходности и потери своей любви. На канале будет выходить каждый день стихотворение. Я рекомендую настоятельно подписаться на этот канал. И прошу поделиться со всеми своими друзьями, кому интересно вообще поэтия. А где ты был, когда меня трясло, когда цвета почти не различало, когда дышало жарко на стекло и твое имя с нежностью писало? А где ты был, когда я в полпедаль и своим тормозов кругами ада? Ты же тогда руки мне не подал. И хир мне предлагать теперь не надо. Ну что, после такого лирического отступления и особенно концовки данного стихотворения, надеюсь, все удержались на своих стульях, кто где сидит. И я хотела бы продолжить свой рассказ о забастовках, которые происходят в Италии. Транспорта, они практически всегда происходят запланированно. О них публикуются в средствах массовой информации, когда эта забастовка должна состояться, какой вид транспорта будет ходить, какой вид транспорта не будет ходить. Но иногда бывают эти забастовки совершенно неожиданны, как снег на голову. В пятницу в районе двух часов дня я добиралась с зоны Вомера, остановка называется Рионе-Альто, до площади Танте. И оказалось, что метро, линия станция 1 закрыта. Сейчас мы проходим станцию метро, которая называется Сальвадора-Роса. До половины пути именно сюда я доехала на автобусе. И отсюда решила снять видео по ходу движения о том, как двигается транспорт в Неаполе. Потому что лучше один раз увидеть вживую, как это происходит, чем много раз услышать. А именно увидеть эти узенькие улочки в городе, сам вид города и, конечно же, как двигается транспорт. Сейчас вы все по ходу за моей камерой увидите сами. Так вот, хотелось бы упомнить о том факте, когда транспорт бастует и невозможно ничем добраться, кроме транспорта, на работу людям, которые работают. Я была свидетелем одного случая, когда в очередь в метро подошла стала итальянка. Это был тот период, когда после локдауна открыли. И действительно стояли огромные очереди в станцию метро Гарибальти для того, чтобы только поехать на работу. И в тот момент, когда большое количество людей стояло и выстаивало эти очереди, подошла итальянка. Она развела руками, под телефону с кем-то связалась и сказала, что она не может так долго стоять в очереди. И она, скорее всего, на работу сегодня не придет. Поэтому я сделала вывод, что одни итальянцы не хотят выходить на работу транспорта, бастуют для того, чтобы сделать себе выходной. А другие итальянцы пользуются этими забастовками, чтобы не приехать, допустим, на работу. И те, и те себе устраивают таким образом выходной. И самое главное, что итальянцы никогда не нервничают по такому поводу, когда не ходит, допустим, транспорт или им не удалось поехать на работу. Вот это вообще не причина для того, чтобы нервничать. Ну, не получилось, ну и не получилось. Ну, хорошо, в другое время поработаем. Стоит упомнить, что этот маршрут, по которому я сейчас двигаюсь, если бы вы воспользовались линией метро 1, вы бы преодолели за полчаса до максимума. Но у меня ушло больше времени, раза в три, с учетом того, что я еще делала видео. Но зато мы увидели колорит города, как двигается транспорт, какие чистые или нечистые улицы в Неаполе, старинные здания. Движуха как раз по улице, по которой мы идем в пятницу, особенно вечером. Это переполненная улица движения в одну и другую сторону. Не любят итальянцы ехать именно в эту часть, потому что, ну, 100% вы сядете в пробки, из которой будете ползти, ползти, ползти очень-очень долго. Кстати, вы знаете, сколько лет камням, по которым мы шлюпаем, из которого сделана сейчас автострада, им лет-лет и памяти. Впереди по ходу движения вас еще ждут антикварные лавки именно в этой части города. Их очень большое скопление в одном месте. И закончится видео, когда мы выйдем на улицу Фарию. И вот практически весь на сегодня обзор. Поэтому, кому интересно, досмотрите видео до конца, как выглядит Неаполь и именно эта часть. А я сегодня прощаюсь с вами. Говорю вам до новых встреч, до новых моих обзоров, до новых видео. Пока-пока на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!